Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главное событие к этому часу. История под ногами в Самаре при замене бордюров обнаружили надгробную плиту героя гражданской войны Николая Щерса. Изобретено в Самаре. Конструкторы старались для нефтяников, а пригодилось железнодорожникам. Ешьте конфеты на здоровье. Политехнический институт изобрел сладости для диабетиков. Историческое событие в Самаре. Совершенно случайно во время ремонта тротуара обнаружили плиту с именем легендарного начальника дивизии, героя гражданской войны Николая Щерса. Возможно, это фрагмент надгробия. Историки и крыведы пока не торопятся с выводами. Но то, что находка уникальная, вне всяких сомнений. Откуда может быть этот артефакт и какова его дальнейшая судьба, выясняла Олеся Корецкая. Ходили по истории ногами, рассказывают сотрудники инвестиционной компании на улице Фрунзе. Здесь во время ремонта тротуара случайно и обнаружили каменный фрагмент с именем Николая Щерса. В обед вышли посмотреть, что все нормально, чтобы ничего не попортили. Вот увидели бордюрный камень с какими-то вензелями. Стали более внимательно читать. Оказалось, вот там с кладбища получаются какие-то могильные плиты. Находку временно поместили в здание дома офицеров, вызвали специалистов. Фрагмент является частью надгробия с могилы Щерса, уверен коллекционер и доверенное лицо потомков красного командира Дмитрий Хмелев. Считаю, что это настоящая плита, именно надгробная, потому что когда вообще она вместе с находкой, там были другие еще плиты, их там порядка 10 штук плит. Они все одинаковые, разные фамилии, разные даты, но картины одни и те же. Один тоже материал, оно тоже исполнение. Мы вчера, конечно, обрадовались, что мы нашли, но не удивились, мы уже знали, что она где-то здесь. Мы ошиблись на 300 метров. Дальше версии разошлись. Краевед Олег Ракшин уверен, что находка – это часть памятника Николаю Щерсу, установленному не на могиле, а в другой части города. Настоящий памятник выглядел совершенно иначе, над могилой я имею в виду. Судя по фотографии, это был обелиск, который венчала звезда, и на этом обелиске была надпись «Начди в 44, Николай Щерс, дата рождения, дата смерти». Пока фрагмент плиты будет находиться в окружном доме офицеров под крылом Самарского гарнизона. В ближайшее время проведут несколько экспертиз, встречи со специалистами, историками, представителями Министерства обороны. Также в Самару прибудет потомок Николая Щерса. В истории жизни и гибели Николая Щерса еще много белых пятен, и историкам предстоит хорошо поломать голову. Ясно одно – Самарские улицы таят в себе много тайн и загадок, и впереди новые открытия. Прямо здесь, на месте, где была найдена плита с надписью Николая Щерса под слоем тротуарной плитки. Песка и земли проглядывают еще могильные плиты. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Несколько месяцев на разработку и почти три года, чтобы получить патент. Самарские ученые создали новую технологию для машиностроения. Изготовленные по ней изделия уже заменили зарубежные аналоги. Валерия Макарова встретилась с учеными, чтобы понять, что такое виброизолятор и чем так хороша металлическая резина. Ну, то есть это фильтр-элемент, это уже элемент, ударная подушка для виброизолятора. То есть полученная с помощью как раз вот одной и той же технологии, с которой защищена патентом. Эта деталь – часть большого механизма для защиты от вибраций. Чтобы сделать ее такой, как сейчас, ученые потратили полгода на исследования и эксперименты. Им пришлось разработать собственную технологию, которой нет аналогов в мире. Не просто мы прессуем его вдоль одного направления, но еще прессуется вот эта стена. Ученые открыли новый способ работы с уже известным материалом, так называемой металлической резиной. По свойствам она очень похожа на настоящую резину. Упругая, хорошо гасит вибрации. Создают материал из стальных нитей. Их закручивают в спираль и укладывают определенным образом. Коллектив был достаточно узкий в плане исследований. Было 4 человека. А когда вышли на этап производства, конечно, уже и само по себе изделие. Там уже был задействован весь коллектив лаборатории. Создавалась технология для нефтяных фильтров, а пригодилась в итоге для тепловозов. Лаборатория получила заказ на производство виброизоляторов. Первая партия изделий успешно прошла испытания. Сейчас в лаборатории готовится к серийному производству. Чтобы получать прибыль от своей разработки и не бояться плагиата, технологию нужно защитить. Как оказалось, написать хороший патент – это настоящее искусство. Надо рассказать, что изобрели, и при этом не выдать секреты производства. На подготовку документов и все проверки ушло больше трех лет. И вот патент из США получен. Это в том числе признали. То есть мы о себе заявили, то, что мы существуем, то, что в России занимаются разработками с супругопольственными материалами, и занимаются на очень серьезном, так сказать, и научном, и опытно-конструкторском уровне. В современной истории ВУЗа это первый случай, когда его ученые получили американский патент. Теперь ждут ответы из патентного бюро Германии. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Конфеты, которые безопасны для диабетиков, политех доказывает – это возможно. Ноу-хау показали журналистам. Конфеты без сахара, но тем не менее сладкие и вкусные. Только из натуральных ингредиентов. Полезное лакомство попробовала Мариана Мирная. Для производства самого шоколада мы используем какао-тертое, какао-крупкое, и вот оно знаменитое какао-масло. Обратите, пожалуйста, ваше внимание. Кто-то сказал, что оно не симпатично выглядит. На самом деле, понюхайте его. Оно пахнет настоящим шоколадом. Марципаны, трюфели с тыквой, абрикосом и свеклой. Факультет пищевых производств Самарского государственного технического университета снова удивляет своим изобретением. Конфеты готовятся без добавления сахара, а значит, их могут есть даже диабетики. В них нет консервантов и красителей. Каждое лакомство – трудоемкая работа. Чтобы изготовить один поднос с конфетами, понадобится почти целый день. Мы берем уже заранее приготовленный марципан, который готовится из миндальной муки и мальтозной патоки. Формуем небольшой шарик. Помещаем на шпажку. И опускаем в шоколадную глазурь, уже заранее оттемперированную. Глазурь должна полностью покрыть наш шарик. После чего мы конфетку должны охладить. Все ингредиенты абсолютно натуральные. Разнообразие поражает воображение. В одной такой конфете около 35 килокалорий. И можно не бояться за свою фигуру. И все же человек, съевший такой десерт, получит самое главное – гормон счастья. Какао-масло. А какао-тертый, какао-порошок – это именно источник теубрамина, о котором вы говорите. Гормоны счастья, как его называют, или элементы, которые вызывают моментальный прилив счастья. Да, у меня может быть плохое настроение, и за окном буря, но я совершенно точно съем конфету. И мне не будет казаться это бури-бури. Я подумаю о том, что я ее пережду, и все будет очень хорошо. Работа исключительно ручная. И пока один килограмм такого лакомства стоит 3000 рублей. В политехе говорят, этот эксклюзивный десерт, конечно, не для массовых продаж, но получить в подарок маленькую коробочку полезных, а главное – вкусных конфет, будет приятно каждому сладкоежке. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других событиях дня. В Самарской области разыскивают двух девушек. Два дня не уходят на связь сестры 14-летняя Елена и 15-летняя Лиана Валайтис. Поиски ведут полицейские и волонтеры. Во вторник, 30 мая, около 15 часов, девочки вышли из дома к поселке Южный в Большеглушицком районе и до настоящего времени не вернулись. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек, просят позвонить по телефону, который вы видите на экране, или по телефону 02. В Самарской области вынесли приговор 23-летнему уроженцу соседней республики Рахманберди Рашидову. Он обвинялся в терроризме. Мужчина вербовал в запрещенную в России организацию ИГИЛ. В 2016 году Рашидов уговаривал граждан, исповедующих ислам, поехать в Сирию для участия в деятельности Международной террористической организации. Также в ходе переписки по телефону со знакомым он подтвердил свое намерение выехать в Сирию, но был задержан. Суд признал Рашидова виновным по статьям в склонении лица к совершению преступлений и приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, и назначил ему 8 лет колонии строгого режима. В Самаре подростки ограбили два магазина. Сработала тревожная кнопка в одном из торговых центров советского района Самары. Сотрудники Росгвардии выехали по указанному адресу. Выяснилось, что два молодых человека открыто похитили в одном из отделов предметы одежды на 8 тысяч рублей и сбежали. Был составлен портрет злоумышленников. В это же время из другого отдела торгового центра поступило сообщение, что те же парни украли два смартфона общей стоимостью более 110 тысяч рублей. Вскоре был задержан один из подозреваемых, 17-летний молодой человек, который рассказал, где находится его подельник. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В Самарской области сменился главный ветеринар. Распоряжением губернатора Николая Меркушкина теперь эту должность занимает Андрей Милехин. С 2014 года и до последнего времени Андрей Милехин работал старшим научным сотрудником Ростсельхозакадемии имени Столыпина в Ульяновске. В Самарской области объявлено штурмовое предупреждение. МЧС предупреждает об усилении ветра. Сегодня днем в большинстве районов области пройдет кратковременный дождь, местами гроза, ветер может достигать 20 метров в секунду. В случае ухудшения погодных условий на улице следует избегать линий электропередач, не стоять под деревьями и рекламными щитами. Лучше спрятаться в подъезд или магазин. Принимать экзамены у выпускников медицинских вузов с этого года будут практикующие доктора из Самарской областной ассоциации врачей. Этому профессиональному сообществу исполнилось уже четверть века. Ассоциация оказывает юридическую помощь медикам и реализует систему непрерывного образования. То есть врачи постоянно повышают свою квалификацию. Кроме того, недавно ассоциация стала контролировать и качество оказания медпомощи. А теперь будет еще участвовать в аккредитации будущих врачей. Если студенты не сдадут экзамен, вторая попытка будет только через год. Они будут принимать экзамен выпускников. То есть именно профессиональное сообщество, как это и принято во всем мире, будет оценивать уровень подготовки, профессионализма и компетентности будущих докторов. Мы реализуем новое для себя тоже направление, которое раньше у нас не было, но мы достаточно успешно начали с ним заниматься. Это проведение независимой экспертизы качества оказания медпомощи, которая тоже помогает врачу в случае какого-то спорного вопроса. Подростки выбирают армейскую службу. Надевают форму и девочки. В поселке Рощинский прошел финал военно-спортивной игры «Зарница». Оценивали действия юных пехотинцев и десантников действующей генералы российской армии. О солдатах в юбке и не только. Репортаж нашего корреспондента. Военно-спортивная игра «Зарница» начинается с парада. В знаменной группе лучшее подразделение прошлого года – самарский отряд «Дозор». Больше половины командиров воинских подразделений – девочки, генералов российской армии, которые работают в жюри соревнований, это ничуть не смущает. Ведь сегодня в армии женщины часто занимают руководящие должности. Они наиболее активные, наиболее ответственные и добросовестные, понимаете? Поэтому здесь ничего такого нет. Ну и, естественно, глядя на них, мальчики тоже подтягиваются. Рукопашный бой, физическая, строевая и стрелковая подготовка в военно-патриотическом клубе «Дозор», что в 108-й самарской школе к армейской жизни, готовятся уже с младших классов. Проверяют свои навыки в игре «Зарница». Вот и в этом году приехали в воинскую часть побеждать – финальной части областных соревнований. Те люди, которые к нам приходят, они прирастают, они начинают слушаться, понимают, что делают, что нужно делать. Поэтому такой сплоченный дружный коллектив какой-то семейный. 36 тысяч юных солдат со всей Самарской области играют в «Зарницу». В четвертый сезон определяется лучшее подразделение в младшей и старшей возрастной категории. «Зарница» носит в себе патриотический характер. Мы возрождаем то, что было когда-то в советское время. Это одно из интереснейших мероприятий летом. Детки пропитываются воинским духом, узнают историю своих прадедов, постигают азы военного ремесла. Участники военно-спортивной игры «Зарница» мечтают послужить родине – в армии, полиции и МЧС. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. А вот о каких событиях мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Наказать нельзя помиловать. Городская власть применит строгие меры к управляющим компаниям, не вывозящим мусор. Новейшее вооружение в российской армии. Во время летних учений его опробует новая мотострелковая бригада в Рощинском. Мир и благополучие детям. В Самаре в День защиты детей глава города встретился с многодетными семьями. 1 июня в России отмечают Международный день защиты детей. Решение о его проведении приняли почти 100 лет назад, в 1925 году, на Всемирной конференции в Женеве. В этот же день генеральный консул Китая в Сан-Франциско, США, собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-Удзе. Желаю здоровья вашим детям, а вам не терять частицу ребенка в собственной душе. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА